здравствуйте господа студенты и сегодня у нас вторая лекция по тектона физики и мы с вами продолжим изучать деформации мы еще не все закончились деформации укорочения удлинения ну кое-что я надеюсь вы помните об этой деформации мы еще вспомним о чем говорили в прошлый раз но мы с вами абстрактно рассматриваем деформацию укорочения удлинения мы с вами геологи и возможно нам придется решать какие-то задачи которые связаны именно с укорить с укорочением удлинением каких-то тел и вот для того чтобы решать такие задачи нам нужны некоторые формулы сейчас мы с вами по ходу лекции будем решать абстрактные задачи но весной у нас будет лекция которая называется strain анализ вы помните что такое strain да 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 вот и мы с вами посмотрим где это может пригодиться будем решать уже конкретные геологические задачи ну смотрим на эту картинку простую значит имеется круг который в результате деформации укорочения удлинения превращается в эллипс сейчас мы рассматриваем плоскую деформацию значит коэффициент удлинения к чему он равен длине новой длине отнесены к старой длине то есть а где к равно а где ну-ка 3 соответственно наоборот c где если индекса не будет я уже два раза об этом говорил напоминаю еще раз если индекса не будет то подразумевается коэффициент удлинение значит может встретиться ситуация что мы видим включение в виде эллипса она раньше было круглым значит мы можем вычислить коэффициент деформации по просто по этому эллипсу каким образом но это крайне просто значит у нас объем не меняется плоская деформация у нас площадь естественно не меняется чему равна площадь круга pd квадрата деленное на 4 чему равна площадь эллипса от и от и деленное на 4 значит диаметр равен корень из а умноженного на c значит мы можем вычислить первоначальный диаметр но мы знаем что к равно а где подставляем место d корень из акции и получаем что коэффициент деформации равен корню из а деленное на c вот эту формулу советую вам знать наизусть потому что мы постоянно будем ей пользоваться вот и задача найдите пожалуйста коэффициент деформации вот такого эллипса с длинной осью а и короткой осью c да конечно это длинная и короткая осью эллипса где написано радиус где ну потом вернемся айцы это длинная и короткая осью эллипса так какой ответ ну это просто это очень просто потом будет сложнее так следующая задача значит мы их с вами на прошлом занятии говорили о том что круг превращается в эллипс и я вам показывала несколько эллипсов который круг превращается и было очень хорошо видно что некоторые радиусы укорачиваются ты естественно некоторые удлиняются так вот можно ли сразу в круге показать секторы радиуса в которых всегда удлиняются и секторы в которых радиусы всегда укорачиваются 45 до 45 вот очень я пыталась значит у меня студенты пытались доказать это вот не получилось я сама не получилось михалдриан дженчаров не получилось в учебниках посмотрела нигде не приводится выводы этого ну это в общем то это понятно 45 градусов а нарисуйте нарисуйте этот круг вот нарисуйте превращайте его постепенно в эллипс и смотрите что получается так ну вот задача 7 нам с вами нужно найти положение радиусов которые не изменили длину это радиус первоначального круга у нас есть формула для нахождения радиуса первоначального круга мы ее считаем по этой формуле да у нас диаметр равно корень незамноженного нации до значит находим радиус первоначального круга и из центра проводим окружность точки пересечения этой окружности с эллипсом соединяем с центром и у нас получается четыре сектора двух из них происходит укорочение радиусов а в двух из них происходит удлинение вот но это все хорошо это все хорошо но в природе природе у нас способность к деформации разных объектов различна существует понятие вязкости и мы с вами будем об этом говорить говорить уже научно формула я вам дам вот а пока могу только сказать что вязкость она обозначается буквой это это сопротивление деформации на самом деле скорости деформации ну грубо говоря сопротивление деформации даже если у вас есть какие-то включения в породу да они будут деформироваться не так как порода даже аолиты вроде бы они состоят из того же кальцита они в известняках чуть-чуть более вязки вот поэтому поэтому можно вывести вот такую формулу я не буду затруднять вас ее выводом который говорит от значит логарифм к логарифмическое удлинение значит есть ли у нас это и это это вязкость включения какого-либо это m вязкость матрикса значит у нас логарифм коэффициента деформации матрикса так относятся к логарифму коэффициента деформации включения как вязкость включения относится к вязкости матрикса. И мы с вами, как правило, не знаем вот этой вот вязкости. Деформации у нас происходили давно. То, что мы сейчас померяем, никакого отношения к деформационным свойствам, которые существовали в то время, когда все деформировалось, не имеет вообще. Но мы иногда можем судить об относительной вязкости. Относительная вязкость — это как раз есть. Это и тег, это м. Ну и следующая задача. Значит, эллипс деформации включения в три раза меньше вязкости матрикса. А вот скажите, если вязкость этого включения в три раза меньше вязкости матрикса, у вас эллипс будет более вытянутым или более таким толстеньким? Вот просто сразу скажите. Вязкость включения в три раза меньше вязкости матрикса. Значит, включение гораздо лучше, быстрее поддается деформации. Значит, за одно и то же время вытянется гораздо больше. Понимаете, матрикс, он более вязкий. А, вы, наверное, не очень понимаете, что более вязкое, а что менее вязкое, да? Да. Да, да, да. Вот как вы думаете, вот пластилин, да? Пластилин. Мы его на батарею положим, он размягчится. Какой пластилин более вязкий? Холодный или с батареи? Холодный. Вот так и здесь. Вот, значит, задачка простая. Вам нужно использовать формулу, которая только что была. И посчитать. Теперь построить эллипс деформации матрикса в том же масштабе. Что это значит? Это значит, нужно взять тот же самый исходный круг, но деформировать его не так, как этот, а в соответствии с полученным К. Ребята, что я вам хотела сказать? Вот задача, где фигурирует эллипс. Значит, когда студент видит эллипс, что первое, о чем он должен подумать, а что и сделать? Если студент видит эллипс, первое, что он должен подумать и сделать? Да, зачем он нам нужен? Чаще всего он нам не нужен. Конечно. Ну, конечно, да. Молодец. Все правильно. Да, прежде, сразу считайте К, вот просто сразу. Значит, у вас есть отношение вязкости, так, и К, и Т. Значит, вам надо посчитать КМ. Вот эту формулу прям надо вставить и все, и механически посчитать. Так, ну, сейчас мы с вами поговорим о том, как при деформации укорочения удлинения изменяются углы длинных отрезков. На прошлой лекции я вам уже показывала, как изменяются эти длинные углы, была хорошая картинка, вот, но мы просто видели, что да, они изменяются. Все отрезки вращаются, все отрезки вращаются, длины изменяются, вот мы задачку сейчас решали, да, и тоже видели, что длины изменяются. Ну, а теперь мы выведем формулы. Выведем формулы. Представим мы деформацию укорочения удлинения вот так. Значит, у нас ось укорочения горизонтально на рисунке. Мы имеем отрезок х нулевое под углом альфа нулевое к направлению укорочения. Все углы отсчитываются от направления укорочения. В результате деформации укорочения удлинения, ну, в данном случае это плоская деформация, это на самом деле чистый сдвиг, мы получили отрезок L, отрезок L, вот уже под другим углом и другой длины. Ну, давайте выведем формулы. Сначала, как меняется угол. Значит, вот он угол альфа, да, и этот угол альфа чему равен? Противолежащий катет, да, вернее, противолежащий катет к прилежащему. У к х. Тангенс альфа равно вот у на х. Но чему равен у? А мы уже знаем, что у равен ку нулевое, да, сюда вытягивается. А х чему равен? Х нулевое, да, деленное на ка. Подставляем в эту формулу. Значит, у нас получается к квадрат, к квадрат у нулевое на х нулевое. А что такое у нулевое на х нулевое? Это тангенс альфа нулевое. Значит, тангенс альфа равно к квадрат тангенс альфа нулевое. Ну, из этой формулы можно найти к, если нужно. Теперь найдем новую длину отрезка. Тоже воспользуемся простыми тригонометрическими формами. Л равно и у, деленное на синус альфа. Но у, мы уже это проделывали, у равно ку нулевое. А чему равно и у нулевое? А у нулевое равно л, уже умноженное на синус альфа нулевое. Подставляем. И получаем, что л равно к л нулевое синус альфа нулевое на синус альфа. Но можно вместо к подставить его значение из формулы 4. Это раз. И во-вторых, значит, формулу 4. Но здесь тангенс альфа выразить как синус альфа, как косинус альфа. А тангенс альфа нулевое, как синус альфа нулевое, косинус альфа нулевое. Тогда получится вот такое выражение для k. Вот оно из этого получается. Подставляем вот в эту формулу. Получим равно и равно л нулевое. И под корнем квадратным у нас, видите, много синусов и много косинусов. Но у вас часть из них сокращается. Вот, пожалуйста, синус альфа, синус альфа, здесь косинус и здесь косинус. Что у нас остается? Л нулевое, корень синус альфа нулевое, косинус альфа нулевое, деленное на синус альфа, на косинус альфа. Но в школе мы учили формулы приведения, и мы знаем, что произведение синуса на косинус угла – это половина синуса двойного угла. И если мы подставляем, то мы получаем, что l равно l нулевое корень из синуса 2 альфа нулевое на синус 2 альфа. Вот, значит, запишите получившиеся формулы третью, четвертую, пятую и шестую. Ну, вот задача 9. Решите эту задачу графически. Просто нарисуйте в ваших тетрадках. Задача совершенно абстрактная, но для того, чтобы была немножко геологичной, я написала, что это фрагмент слоя. Ну, вот эта задача чуть-чуть посложнее. Значит, эту задачу можно решить полуграфически, и это просто. Можно решить с помощью формул. А теперь мы переходим к деформации простого сдвига. Вот она, тут картинки из интернета, она у вас изображена. Значит, вспомним деформацию чистого сдвига, чтобы сравнить. У нас квадрат превращается в прямоугольник. Как считается удлинение? В процентной мере, это мы уже помним, и в краткой мере, тоже помним. Значит, очень часто употребляется, ну не очень часто, но употребляется логарифмическое удлинение, мы уже с ним сталкивались, и квадратичное удлинение, особенно на Западе это любят. То есть они не корень квадратный не извлекают, а просто считают величину r, которая равна a, деленное на c. С этим тоже можно столкнуться. А вот деформация простого сдвига. Посмотрите, здесь квадрат превращается в параллелограмм. Причем основание этого параллелограмма и его высота, они остаются равны стороне первичного квадрата. Обратите внимание вот на что. Длинная ось эллипса деформации не совпадает с длинной диагональю параллелограмма. Ни в коем случае. Значит, каково определение? Все точки тела, испытывающего деформацию простого сдвига, движутся параллельно одной прямой и проходят путь прямо пропорциональный расстоянию от этой прямой. Ну вот, посмотрите, здесь нулевое смещение, здесь небольшое, здесь больше, больше и еще больше. Из этого определения что следует? Что в теле существуют инвариантные линии. Эти линии параллельны направлению сдвига. И все точки, лежащие на этих линиях в процессе деформации, проходят один и тот же путь. Все-все-все точки на этих линиях проходят один и тот же путь. Значит, теперь как охарактеризовать деформацию простого сдвига. Значит, первая характеристика – угол сдвига дельта. Что это такое? Это мера деформации прямого угла. Обратите внимание, что угол отсчитывается не от направления сдвига, а от перпендикуляра к нему. То есть, прямой угол был, получился острый угол параллелограмма, разница между ними – это дельта. Теперь величина сдвига. Величина сдвига – это не вот это расстояние. Это расстояние, которое прошло, ну, эта точка или любая другая точка к высоте параллелограммы. С к H. Если мы возьмем точку где-то здесь, мы посчитаем вот это вот расстояние и делим уже вот на эту высоту. Коэффициент деформации. Коэффициент деформации, естественно, то же самое. У нас круг превращается в эллипс, и в этом случае коэффициент деформации – это отношение длинной оси эллипса к первоначальному диаметру. И вот здесь еще очень важная величина. Угол наклона длинной оси эллипса деформации. Вот он, альфа-катэ называется. Отсчитывается от перпендикуляра к направлению сдвига. И это очень важная величина для характеристики простого сдвига. Угол наклона длинной оси эллипса деформации. Еще раз повторяю, ось эллипса не совпадает с диагональю параллелограмма. Значит, эволюция стрейна при прогрессивной деформации простого и чистого сдвига. Значит, эволюция стрейна, да? Стрейн – деформация. Как меняется деформация? Прогрессивная деформация, значит, развивающаяся во времени деформация простого и чистого сдвига. Посмотрим на чистый сдвиг. Еще раз. Вот у нас оси укорочения, вот ось удлинения. У нас оси укорочения и удлинения совпадают с осями напряжения, то есть с осями сжатия и растяжения. У нас круг превращается в эллипс, и длинные и короткие оси эллипса всегда совпадают с осями напряжения. И оси деформации не меняют своей ориентировки. Значит, оси деформации совпадают с осями напряжения, оси деформации не меняют своей ориентировки. Такая деформация называется соосной. Теперь посмотрим на деформацию простого сдвига. Вот, кстати, очень полезно в ваших тетрадочках взять квадратик и нарисовать несколько параллелограммов при небольшой деформации, при побольше деформации, еще побольше, и просто посмотреть, писать туда эллипсы, посмотреть, как все это изменяется. Значит, вот круг, вот он превращается в эллипс. При большей деформации эллипс становится более вытянутым, еще более вытянутым. И посмотрите, длинная ось эллипса у нас вращается. Вращается. А оси напряжений остаются теми же самыми. Сейчас я вам покажу на следующем слайде на пальцах, почему так. А потом, когда мы будем с вами изучать напряжение, мы уже это докажем. Сейчас я вам просто покажу. А, вот эту вот картинку и все. Потому что я вам говорила про ось деформации напряжений. Значит, опять же, мы будем еще об этом говорить, но вы запомните раз и навсегда. В общем случае, оси напряжений и деформации совпадают при малой деформации, то есть стремящейся к нулю. Вот это всегда так, и этим тектонной физике всегда пользуются. Вот здесь я нарисовала квадрат, да, и чуть-чуть его деформировала простым сдвигом. Если у нас деформация стремится к нулю, то этот квадрат превратится в ромб. Вот здесь я большую деформацию нарисовала, на самом деле она еще меньше, естественно. оси ромба, оси ромба, диагонали ромба как раз и будут осями деформации. То есть здесь оси деформации и напряжений совпадают. И, значит, у нас при простом сдвиге ось удлинения, растяжения и ось сжатия ориентированы под 45 градусов к направлению сдвига. В следующий момент времени, если мы возьмем малую деформацию, у нас будет то же самое. То есть оси напряжений у нас не меняются. А вот оси деформации, если мы перейдем от малой деформации к большой, ось деформации все время поворачивается. То есть эта деформация не соосная. И вот мне очень хочется, чтобы вы поняли, что вообще в геологии оси деформации в общем случае они часто совпадают, но в общем случае они не совпадают оси деформации и оси напряжений. Ну и вот посмотрите последнюю картинку. Значит, это Фоссен из Кембриджа нарисовал вам вот такую картинку. Я отсюда не очень хорошо вижу. Посмотрите, черные стрелочки, то есть и напряжений, а они все время одинаково ориентированы. И вот здесь нарисованы различные диаметры этого круга. Посмотрите, как они поворачиваются. Посмотрите, как они поворачиваются. И вот длинные короткая оси эллипса это все время как бы разные материальные волокна. При чистом сдвиге это одни и те же волокна, а здесь разные материальные волокна. То есть получается, здесь есть и внутреннее вращение, и внешнее вращение тоже. И у вас вот этот эллипс, этот эллипс, он просто вот в одном направлении укорачивается, в другом удлиняется. Он все время как бы вот так вот перекатывается, материальные волокна меняются. То есть это похоже на гусеницу. И вот это называется внешним вращением. Значит, при чистом сдвиге происходит только внутреннее вращение, а при простом сдвиге происходит и внешнее вращение. Поэтому один сдвиг называется чистым, а второй простым. но в следующий раз я вам эту терминологию немножко уточню, чтобы вы понимали, почему такие странные названия. Чистый, вы что, отмыли, почему чистый? Почему простой? Он на самом деле сложнее. Но тем не менее, вот такие названия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok